Всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Ark Survival, продолжаем наше выживание с DLC Genesis. Как помните, в прошлом выпуске я приручил двоих базилозавров, за кадром приручил еще одного, прокачал всех троих, даже четверых можно сказать. Прямо сейчас у нас с вами есть два самца, две самочки, но самый хороший самец вот этот. Я изначально не посмотрел, какие стартовые у них как раз статистики, а то нужно было запомнить. Но мне кажется, все-таки он будет самым сильным, поэтому мы с вами делаем следующее поведение. Включить спаривание и вот здесь тоже врубаем с вами спаривание, то есть продолжаем сейчас строить подводную армию. Так что у нас с вами сейчас все это должно пойти потихонечку. Ну да, все хорошо, причем как видите спаривание идет прям очень быстро. Здесь у меня, ну тут у меня кстати проходик, через который проплыть можно, совсем рядом есть ихтиозавр, нет, не ты. Где-то был ихтиозавр 130 уровня, вот это наверное. Ах ты, елки-маталки. Да, 130 уровня, ее никто не убивал, она возможно выкинулась на поверхность. Такое случайно происходит, почему такое происходит, не до конца понятно. Бывает, случается, ничего страшного. Ну-ка, спаривание закончилось, да? Да, все, пошла беременность. То есть сейчас ты самец, ты самец, мы тебя переводим вот туда и врубаем спаривание там. На самом деле у меня сейчас здесь стоит в настройках очень маленький промежуток между спариванием и скречиванием. Так что можно было бы, честно говоря, просто, ну как, одно с другим потомством здесь выращивать и не париться. Я думаю, это будет даже с какой-то стороны проще, чем приручение базилозавров. Но вот этот 140 здесь рядом плавает, именно сейчас его приручим. Таким образом у нас с вами получается 4, 6. А это получается седьмой. Я просто думаю, кого бы еще можно было приручить, чтобы нам с вами было попроще. Может быть каких-нибудь карбонемесов. Я говорю, просто исключительно для массовки. Благо это задание здесь как раз рядом находится. То есть нам не понадобится очень далеко плавать. А где ты? Вот называется сплавал, блин, а? Давайте кислороду подышим. Вот они в этом плане довольно-таки противные заразы такие, что вот раз-раз и нет его. И он уплыл и уплыл очень далеко. Вот он забился в уголочек. Но тут, естественно, придется какое-то время подождать, потому что там, естественно, приручение так быстро не пойдет. А ты застрял, что ли? Это вообще хорошо, если ты застрял. Я потом приду, тебя здесь спокойно откормлю в одном месте. Да, он, походу, здесь застрял, пускай висит. Тут уже тоже должен был процесс закончиться, если не ошибаюсь. Смотрим. Да, все хорошо. То есть в общей сложности где-то 10 минут идет беременность. А потом, наверное, примерно столько же будет идти взросление. Ну и таким образом у нас с вами появятся детеныши. Единственное, что их тоже нужно прокачать. А это, ну, вместе сплаваем, сделаем, повторно пройдем задание как вариант. Так, у нас с вами последний кусочек замечательный. Плывешь со мной, тебя нужно будет тоже прокачивать. Здесь что творится? Ты откуда взялся? Ты кто? Это этот 85-й, да? Ну-ка, поскольку приручаешься, по 16%. Ладно, пускай будет. Пускай будет. А тут, как видите, Мегалодона притащил просто на всякие пожарные. Ну, тут манта была, все дела. Угу. Тут базилазавр застрял, но это, в принципе, не страшно. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Я хочу посмотреть, что здесь происходит, потому что, скорее всего, детеныши уже родились. Да. Там уже пошло второе... Зараза. Тихо. Тихо. Чё, как дела у вас? Беременность. Ты здесь вообще откуда взялся? Вон он. Привет, малыш. Заклемить. Принять. Стоямба. Стоямба. Поведение. Отключить блуждание. Так, секундочку. Второй детеныш. Ух, я увлекся. Да не увлекся, я на самом деле отвлекся. Я просто отвлекся. Где второй детеныш? Куда он мог деться? Эй, да он же не мог уплыть. Он где-то тут, по-любому. Ну-ка, внимательно. Так, предположим, что он отсюда выплыл и поплыл куда-то. Вот куда он мог поплыть? Юнец. Блин. Прям беда, печаль. Это базилозавр здесь давно торчит. Он здесь застрял, я его другать не хочу. Тихо, спокойно. Это, походу, он, да? Это, походу, он точно. Прикинь, он сюда уплыл. Маленький негодяй. Ладно, хорошо поведение. Отключить блуждание. Давай поплыли со мной. Он уже в юнца превратился. Фух, я уж думал, что все, потерял его с концами. То есть у нас с вами получается сейчас, как я сказал, 7 базилозавров. Плюс один из них сейчас скоро родится. Нужно сейчас поставить второго, выводиться. Но тут есть парочка дыр, через которые можно проплыть. Поэтому, да, тут нужно быть поаккуратнее в этом плане. Может быть даже стоит их застроить. Все, стой. Так, теперь нам нужно подвезти вот эту самочку туда. А, я не могу тебя подвезти. У тебя, понятно, нету седла. Седла нужно будет сделать. Ну, я, во всяком случае, пока могу просто седла перекладывать. Потому что потом-то мне не понадобится в таком количестве. Давай, тебя переставим куда-нибудь вот сюда. Ты самочка или самец? А, ты самочка. А, значит, вот этого самца нужно туда поставить. Хорошо, договорились. Ладно, значит, просто будем рассчитывать на наших малышей. Вот этих, которые тут потихонечку рождаются без меня. Смотри, еще один попытался убежать. Давай, ты стой, пожалуйста. Стой, 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 стой. Ты давай за мной плыви. Эй, малышатина. Как вы там проплываете, негодяи, а? Давай, поплыли за мной. Мы у тебя сейчас отключим, наверное, блуждание. Поведение, отключить блуждание. Давай за мной сюда. А, я, возможно, знаете, что не сделал? Я, возможно, не поставил меньшее время между как раз желаниями. Хотя, ну да, видите, уделите внимание питомцу через 3 часа. Ну и не будет у них никакой эффективности. Очень досадно. А, зачем я вообще тогда их-то раскрещиваю, если у меня эффективности не будет? Что за бред? Ладно, сейчас перезапущу игру. Вот что называется. Я давно не настраивал как раз рейты уделения внимания. То есть, смотрите. У этого нового детеныша сейчас можно уделить внимание через 20 минут. И, в принципе, ну, я так понимаю, что у нас все будет хорошо. Может быть, даже сможем уделить. Не знаю, сложно сказать. Нужно еще меньше сделать рейты. То есть, там ползунок нужно в сторону уменьшения двигать. Я про это забыл. А здесь 3 часа 30 минут. Просто потому, что я ползунок сдвинул на x3, так скажем. А нужно было сделать там 0.1. Я сейчас сделал 0.25. То есть, 0.25. Нужно было, наверное, 0.1 сделать. Или вообще в самый-самый минимум задвинуть. Тогда нормально бы как раз промежуток между как раз уделением внимания был. Давно, давно не менял. Просто забыл про это дело. Ну, что у нас с вами? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мегалодон. Там 9 где-то должен быть. Я, правда, даже не знаю. Это, на самом деле, ну-ка сказать, очень много существ. Так, вот у нас с вами базилозавр. Совершенно не прокаченный. Я так понимаю, что либо он уже повзрослел. Либо это тот, которого я приручил. Я даже не помню, какого там уровня было. Здесь что у нас с вами плавает? Смотрим. 130. Ну, можно, в принципе, было бы приручить. Здесь я начал 45-го приручать. Не знаю, зачем. Случайно. Я думал, что это мой детеныш, который уплыл. Но нет, это оказался не он. Так, 130. Приручить, что ли? Просто так за компанию, да? Прямо видите, они спаунятся один за другим здесь. Здесь в огромном количестве. Нет, 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 нет. Случайно, случайно. Я забыл про тебя. Базик, помогай. Нет. Сесть. Сесть, 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 сесть. На перерез ему. Давай. Кстати, можно было бы сейчас покормить баранины этого самого, какого, угря. Смотри, оп. Ха-ха, смешно. Ха-ха-ха. Это забавно. Это забавно. Ладно, хорошо, договорились. Забыл совершенно, что их тоже можно таким образом приручать. Когда-то мы с вами приручали одного из... Ну, в парочке выпусков мы точно их приручали. Давали себя бить, потом спрыгивали, кормили. Все было более-менее нормально. Так вот, я не знаю, нужен ли мне на самом деле этот еще один базилозавр. Ну, просто для массовки. Так вот, сейчас у меня получается задача. Я не буду сейчас этого приручать, потому что и так слишком много базилозавров. Я просто не справлюсь. Моя задача находить базилозавров. С ними рядом плавает очень много мант. И таким образом можно очень быстро прокачиваться. Даже не выполняя задания, ты довольно-таки быстро таким образом набиваешь уровни. Прокачивать в первую очередь, естественно, здоровье. Потом урон. Ну и дальше уже... Не знаю, отправимся на самом деле. Секундочку. Само базилозавру бить совершенно не нужно, потому что у него, как видите, слишком много здоровья. Поэтому мы подплываем, уничтожаем мант и плывем дальше. И таким образом будем его качать. Может быть, там еще какую-то мелочь будем грызть. Ну, то есть, я так примерно и прокачивал остальных. Потому что все время выполнять задания, это... Ну, это очень сложно, очень долго. Можно было бы, конечно, сплавать и попытаться пройти задание, но я смысла в этом не вижу. Гораздо проще вот так вот. На самом деле, я сильно переоценил скорость их взросления. То есть, как видите, прошло еще там сколько... Ну, 40% примерно. И вот только сейчас можно уделить внимание. Нужно будет еще подождать 30%, то есть еще минут 15, скорее всего. Значит, заросление где-то приласкать. Нужно еще меньше делать уделение внимания, да? Так вот. Фишка в том, что взросление идет довольно-таки долго. Это нужно отдельно прописывать в отдельном файле. Соответственно, тогда у тебя только получится сделать очень быстрое, хорошее взросление. Прямо сейчас, ну, будем, значит, будем орудовать такими как раз. У нас есть возможность взять, например, вот этого красавца. 214 уровень, все равно маловато, честно. Ладно, бог снимай. И поплывем его все-таки качать, потому что я этого прокачал, но схавал абсолютно все, что можно было схавать, всю мелочь, которая есть. В принципе, очень неплохо качается с электрофорусов. Мант, как я и сказал, ну, очень неплохо. Те же карбонемисы грызутся, пойдемте покажу. Я не знаю, почему так, но по ним просто огромное количество урона влетает. Даже сейчас, скорее всего, не раскачанный будет бить на 200. 200, да, видите? Я прям не понимаю, почему так, почему так много. То есть, в самом начале, благодаря этому, можно прям очень хорошо качнуться. Может, ты не будешь? Давай, давай, поближе подплывай его, хорошо. Раз, и мы с вами получили уровень. То есть, сразу можно прокачать немножечко здоровья. В первую очередь, качаю его, чтобы потом не было жалко тратить очки, потому что в самом начале уровень быстро собирается. Я хочу всем прокачать где-нибудь, не знаю, ну, что-то типа 25 тысяч здоровья. Надеюсь, что этого хватит. Я именно хочу все-таки пройти это DLC, а именно справиться со всеми боссами. И мне кажется, это возможно сделать соло. Во всех было возможно из самых простых боссов соло убить. Здесь, скорее всего, тоже. Так, это у меня уже второй базилазавр на прокачке. Первого я что-то не записал. То есть, я выключил запись, доплыл сюда, мне показалось, что я включил. Но ничего страшного, мы сейчас запишем. Тем более, там все было ночью, и ничего не видно было. Здесь у нас с вами группа как раз небольшая черепашек, их нужно довести. И задание оказалось действительно очень классным, в том плане, что здесь очень слабые соперники. Секундочку. Кто там нападает? Стайк рыб, если не ошибаюсь, да? Вот они. Смотри, урон уже полторы тысячи. Но это пока сюда плыл, немножко прокачался. Так вот. Задание называется оторвать, скрутить и пнуть. Здесь нападают вот эти рыбки, и нападаются близубые лососи в основном, в начале. Что позволяет тебе довольно-таки быстро прокачаться. Ну, там еще всякие, я не знаю, манты, это все ерунда. Сами видите, с таким уроном это очень быстро забивается. А потом начинают переть плезиозавры, плезиозавры, там, мегалодоны, кто там еще. Ну, всякие, такая, всякая такая нечисть огромная. И фишка как раз в том, что с них как раз идет просто безумное количество опыта. И я думаю, что где-то десятку можно с этой миссии спокойно поднять. Блин, я говорил про плезиозавров, а тут приклон мазозавра, и он абсолютно не относится к этому заданию. Я знаю, что замедляется. Ладно, не страшно. Нужно его загрызть. Он очень серьезно их пробил, вот именно он, все остальные вообще не наносили урона. Не ожидал я такого подвоха, честно говоря. Да пускай там стоит, ничего с ним не будет. Сколько у мазозавра здоровья? Ну-ка, пять тысяч, блин, много. Это хорошо, что у нас только здоровье на самом деле. Все, плывем вперед. Да я плыву, плыву, не переживай. У меня сейчас кислородный баллон, его нужно на самом деле снять. Что происходит, еще один уровень? Да уж. Я надеялся, все это будет быстрее, немножко будет. Сами видите, что происходит, вообще шикарно, еще три урона. То есть, таким образом, мы сейчас урона до 1000% докачаем, я думаю. Смотрите, 2700 опыта, это больше всего, мне кажется, за, ну, за все время, что я как раз проходил такие задания. И это мы с вами еще до конца не добрались. Все, мы на месте. То есть, понадобилось примерно 10 минут, но я там немножко развлекался с мегалодонами в одном месте. Можно даже быстрее. Все, отлично. Можно выбираться отсюда. Что мы там получили, давай смотреть. У нас очень много седела на топи жару, и в прошлый раз, значит, так же было. Я, на самом деле, просто скидываю сейчас их, потому что они мне не нужны. Больше частей костюма защитного нету. Тут еще ботинки, неплохо. Мне нужны штаны и нужен нагрудник от защитного костюма, и можно будет отправляться в лунный биом. Ну что, у нас с вами 9 базилозавров. Мы сидим сейчас на одном из самых сильных из них. Нам нужно всем свистануть, наверное, все-таки нейтралитет. Плывете там? Эй, красавцы. Нет, я вижу, там парочка застряла. Нужно вытаскивать их. Соответственно, есть небольшая проблема в том, что все сейчас будут здесь получать урон. То есть смысла пытаться отличивать кого-то нету. Единственное, на что мы с вами можем надеяться, это на то, что будет наносить очень много урона этому угрю. Угрю, да. И, собственно говоря, вот там вот задание 500 метров. Один крутой угрь. Естественно, выпуска вчера не будет. То есть еще один день без арка, потому что... Вот поэтому. Потому что это все, на самом деле, чертовски долго. Просто так здесь ничего не делается. И, естественно, я надеюсь, что нам просто удастся это сделать. Если нет, я на этого босса забью. Я с ним сражаться больше не буду, потому что, ну, второй раз это дело проворачивать... Я не знаю, может быть, я призову себе эту армию. То есть, наверное, да. Я просто не буду приручать, но протестировать. Посмотрю, насколько будет сложно мне его сейчас забивать. Что там происходит? Отхвать мою цель. Насколько мне сложно будет с ним сражаться? Насколько много мне урона не хватит, чтобы его забить? И тогда уже посмотрим. То есть, призову какое-то количество базилозавров, сражусь с ним. Ребята, а что такое? Отхвать мою цель. Ладно, сейчас потом там проверим. Ну что, рискнем здоровьем. Погнали. Нам нужно с тобой гамму. Че сейчас такое было? Если мы с вами его победим, то докажем, что стали царем океана. Ах ты, это сейчас что такое? Это нас сюда телепортировало, я понял. Все за мной? Все за мной? Все за мной? Бьем угря. Это миньон. Ладно, я понял. Постараемся. Кстати, видели урон какой 800? Это на самом деле... Блин, а где все-то? Это не все абсолютно базилозавры. Так вот. Нужно еще прокачаться. Так вот, на самом деле 800 урона это очень много. Это как на заданиях, на всех этих. Давай, дадавай. Валим, гад, валим. По нам урон вообще никакой пятнарик. Ты сейчас шутишь? Вон он он. Ты смотри. Тихо. У меня есть. У меня много. Гасим. У него 500 тысяч здоровья. Это мало. Это мы пробьем. Ребятушки, а что вы не бьете? Это нейтралитет. Ну бейте его, хоть кто-нибудь. Что они не бьют? Что они не бьют-то, серьезно? Атаковать мою цель. Почему только я один бью? Что за бред? Это за глюк какой-то, что ли? Я проверял всех. Они точно были на такую мою цель. Это, видимо, так сделано задание, чтобы они не участвовали в битве. Все понятно. Классный красавчик, а? Ты посмотри на него. Обалдеть. То есть, скорее всего, да. Из-за него здесь происходят все вот эти вот, как они, подводные водовороты. Я думаю, на максимальном уровне с ним можно справиться только если у тебя самые лучшие седла. Как раз легендарные, да? Полностью прокачены все базилозавры. То есть, хорошо скрещенные. С максимальными статистиками. Хорошо прокаченные. Ну и, естественно, не соло. Только потому что, видеть, они не помогают. Вот если бы они помогали, было бы гораздо проще. Они вообще не помогают в бою. То есть, это нужно, естественно, делать командой. В общем, что я могу сказать? Хорошо, что и труп остается здесь, и все базилозавры остаются здесь. Сейчас будем пытаться второй раз все провернуть. Не на этом базилозавре, на другом. Хотя можно, в принципе, и на этом попробовать. То есть, я сейчас быстренько вернулся, все подобрал. Я, честно говоря, думал, что все трындец. То есть, мы с вами закончили прохождение миссии на сегодня вообще, на самом деле. Но нет, все в порядке. Ладно. Так, Мегалодона забиваем. Блин, это прям очень досадно. Я взял с собой из холодильника, сгонял из холодильника, взял бутылки. Девять штук есть. Есть жареное мясо, жареная первосортка есть. Все нормально. Давайте сейчас запускать еще раз. Запускаем еще раз эту миссию. Вот эту миссию. Это хорошо, что и трупы, и их всех полностью, ну, всех нас телепортируют отсюда туда. Потому что иначе бы все. Я бы на самом деле психанул бы сейчас. Нет, видите? Они абсолютно не помогают в бою. Значит, единственный вариант, что мы сейчас с вами можем сделать, это сесть на какого-нибудь более-менее сильного всех. Стоп. Ладно, пускай будет вот этот с тысячепроцентами. Тот, я не понимаю где. Видимо, он умер, на котором мы с вами сражались. Пускай будет этот. Ну, иди сюда. Урон маленький, 505, вообще ни о чем. Вот этот вот именно удар электричества, он пробивает меня. Седля. Ладно, хорошо. Сражаемся. Но, в принципе, неплохо. Я вот сейчас так смотрю, он нас почти не пробивает. 220 урона. Здесь седлышко, видимо, похоже, чем у того. Рано, что мне приходили седлы на базилозавров разных цветов за это время. Но у этого, скорее всего, обычное седло. Мне просто интересно, сколько нужно сейчас сбить ему здоровье, чтобы закончилась первая фаза. Когда он бьет электричество, он такой треск противный. Но меня вроде не задевает, это хорошо. 428 тысяч. Определенно ранен. Где вы там, сыночки? Вот у этого красавца неплохо. Так, со здоровьем еще 20 тысяч есть. Поплыли. А что там тебе по урону? 1035. Ну, примерно столько же. Прикольно, что базилозавров постоянно перекидывает при помощи этого водоворота. То есть, они как бы не стоят на месте и все время их выталкивают из-под этого Майдера. То есть, он как бы им урон не наносит. А вот это на самом деле спасает. Все, отлично. Урон по-прежнему 647, как странно, да? Очень странно, реально. Ну что, последняя стадия. У нас последний здоровый балзилозавр, наверное. Я не знаю, что с остальными происходит, но почти все пробиты очень серьезно. Да и у меня здоровье полностью заканчивается. Сейчас уже ничего не отличивает. Вот то, что я смог все вот это вот сожрать, все, чтобы все какие-то зелья у меня с собой были. Вот как раз это бонус дало полный. Сейчас, надеюсь, что добиваю, потому что это, скорее всего, последняя стадия. В последний раз у него было 100 тысяч здоровья. Я его пробил до 45. То есть, наверное, нанес где-то 55 тысяч. Это должна быть просто обязана быть последней стадии. Но урон, сами видите, 496 вообще ни о чем. Ааа, где мои хорошие, блин, этот самый. Ну, в принципе, хотя по большому счету, он там у нас 505 был, 496. Маленький, конечно. Желательно было бы посильнее прокачать их изначально, но что поделать. Это нужно было прямо одним заняться и качать его максимально, просто вот по полной урону. Ну, просто на самом деле, вот всех абсолютно прокачать в урон, то есть максимально раскачать всех взилозавров. Но это чертовски много времени. Я этим был не готов заниматься, реально. Давай. Я надеюсь, что нам этого хватит. Точно я отличился? Меня просто перестало пробивать что-то. Не подвержен урону. Видимо, нельзя находиться в каких-то точках. В каких-то точках нельзя находиться, видишь? У меня как бы здоровье неполное, но я вот этого не понимаю. А, видимо, там, где сиреневый вот этот яд, видите, выходит с сиреневый спор, и в них находиться нельзя. Там получаешь урон. Когда выходишь из-за этих сиреневых спор, то ты отлечиваешься. Все, я понял, как это работает. Скорее всего, так и есть. Это можно сейчас протестировать. Давай. Наносим тебе удар. Давайте забиваем его. Залетим. Заплывем сейчас сюда. Мне кажется, вот именно в них я получаю урон, да? Да, видишь, я здесь сейчас урон получаю. Странно, я не понимаю этого. Ладно. Это нужно подробно изучать тактику ведения боя с ним. Ой-ой-ой-ой, больно. Смолочи. Спокуха. Ладно, бьем. Плевать. Я думаю, что выживем. В принципе, мясо можно поесть. Давай-давай-давай, гаси его. И продолжаем отъедаться мясом. Чешем. Просто добиваем. 13 тысяч здоровья, вообще ни о чем. Я не понимаю, как тебя не забил. Почему я до этого нанес тебе 55 тысяч урона? Сейчас нет. Сейчас вообще какие-то копейки были. Давай, лечись. Лечись, пожалуйста. И его грызем. Вот, хорош. Вот, 659. Последняя десятка. Я просто в это не верю. Может, сейчас забьем? Я думал, как после первой смерти здесь, что все, хана. Ну, то есть, что все они остались здесь, все они исчезли, труп исчез, и я больше не смогу ничего сделать. Так, сенсор, генератор, кормушка. Че? И все, что ли? Что мы получили? Мы получили трофей. Получили флаг. Я не справлюсь с ним на более высоком уровне сложности. Это просто невозможно в одиночку. И получили с вами какие-то абсолютно бесполезные инграммы. Ну, что это такое? Зачем мне это так, кормушка? Нафига? Генератор? Ну, ладно, бог с ним, генератор. Еще можно поставить. Где? Где инграмма этого репликатора? Сенсор? Что за бред? Ладно, все, выплываем тогда отсюда. Я же в него попасть не могу, в тело, нет? Нет, оно не открывается. И там тоже, в принципе, ничего нету. А, вот, смотри, я только что вещи получил. Ну-ка, стоп. Ну-ка, стоп, ну-ка, подожди. Нажимная плита, чертеж. Ковер, постройка, сеть. Чертеж сенсора, техсенсора. То есть, это вообще бесполезно. Это все абсолютно бесполезно. Я думал, что у нас с вами появятся технграммы. Давайте все за мной. Все за мной и выплываем отсюда. Уходим с глубины. Из-за того, что они тебе не помогают абсолютно в этом бое, я, получается, потратил просто бешеное количество времени на их приручение, прокачку. Целый день на это убил. И это все было абсолютно не нужно. Мне нужно было заняться тремя, например, базилозаврами и прокачать их до максимума. Но, зато мы с вами теперь это знаем. Опять же, скорее всего, реалистичнее всего вариант, когда приплывает сюда где-то 2-3 человека и на разных базилозаврах его бьет. То есть, это, ну, действительно будет наносить гораздо больше урона. И вот на легкой стадии, и на более сложной, то есть, сможете спокойно убить. Но мне предстоит тогда, я не знаю что, продолжать выполнять задания. Идите-ка вы все нафиг. Вот смотри, вот здесь вот, если я укушу здесь кого-то, может быть, я, они мне не помогают из-за того, что глубина? Нет, видишь, 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 что творят? Видишь? Здесь-то они сражаются, по идее. Хотя, вроде тоже нет. Ладно, плывем наверх. Потому что наверху они абсолютно точно помогали. Давай, кусай. Они не помогают на глубине. Все, я все понял. Все, вот теперь все понятно. Разработчики, зная это, специально разместили его на такой большой глубине, чтобы нельзя было вот такой оравой забивать. Чтобы нужно было это забивать командой. Но, с какой-то стороны, как видите, можно и в соло это сделать. То есть, все в порядке. Но, честно говоря, досадно. То есть, мы с вами не сможем с более сильными существами, то есть, точнее, более сильное существо, то есть, мы с вами не сможем более сильного босса забить при помощи более большой кучи оравы этих самых базилозавров. И это очень плохо. Ладно, тогда все пассивку. Давайте, все за мной, все пассивку. И плывем домой. Ну что ж, предлагаю на этом сегодняшний выпуск совершить. Программа максимум и минимум была выполнена. Мы раскачали базилозавров, мы его забили. Попускай спокойно лечится. А мы с вами продолжим, на самом деле, проходить в ближайших выпусках задания, чтобы можно было сходить к боссу финальному, самому легкому. Я, правда, не знаю, что для него нужно, что подготовить. Но, опять же, скорее всего, хилки, хорошая броня. Может быть, какие-то даже существа к нему могут попасть. Посмотрим. Я, наверное, провентилирую этот вопрос, прежде чем туда и отправляться. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok